Итак, с вами Руслан Струд. Сегодня у нас 1 апреля, новый месяц и текущая неделя насыщена сразу несколькими важными событиями, которые на мое усмотрение будут иметь влияние на основные финансовые инструменты. Итак, давайте по порядку. Значит, в среду у нас 3 апреля пройдут очередные переговоры между Китаем и США. Они уже пройдут у нас в Вашингтоне. Минувшую неделю 28-29 марта была встреча в Пекине. Вроде бы как уже на финальной финишной переговоры и есть определенные договоренности. И таким образом намечена встреча в том числе и с Дональдом Трампом. Вроде бы как все отлично складывается, нет никаких негативных моментов, есть определенные договоренности. И это на начало текущей недели и по итогам ушедшей недели должно придать оптимизму инвесторам. Фьючерс на NASDAQ, 30-минутный таймфрейм. На 30-минутном таймфрейме мы видим, что мы находимся в районе уровня high 7500. И покупки у нас были в районе low 7343. Это в течение прошлой недели. Сейчас фьючерсный индекс у нас сравнительно дорогой и хотелось бы отдельное внимание обратить, что практически у нас без объемов продолжается данное движение. То есть события, переговоры между Китаем на прошлой неделе и те, которые будут на текущей неделе, инвесторы пока не считают данные факторы мощной основой, благодаря которой можно будет осуществлять покупки. Если посмотреть на NASDAQ на 4-часовом таймфрейме, у нас также по уровням юрея мы находимся в районе high. Это довольно дорого. И также без особых объемов у нас продолжаются вялые, умеренные, но все-таки восходящие движения. Более важным событием у нас будет в ту же среду публикация нонфармов, то есть данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В среду у нас будут предварительные данные от ADP, согласно которым в экономике США прибавилось 184 тысячи рабочих мест. Ну а в пятницу, 5 апреля у нас будут опубликованы окончательные данные. Что мы имеем по фьючерсу на S&P 500? Фьючерс на 30-минутном таймфрейме. На 30-минутном таймфрейме мы также видим, что фьючерс у нас довольно дорогой в районе high 2851 и получается довольно интересная картина. С точки зрения фундаментального анализа или новостных событий мы должны осуществлять покупки. Ну по крайней мере нас к этому подталкивают. Помимо этого в пятницу еще выступил экономический советник Трампа, который в прямом смысле потребовал от Федрезерва снизить ставку сразу на 0,5%. Ну и таким образом мы видим, что инвесторы практически не реагируют на данные новости, на данные события. У нас же с точки зрения анализа и объемов и уровня Мюрея следует выделить такой вот момент, что уровень на меньших опционных выплат у нас по S&P 500 находится в районе 2750 пунктов. Ну как практика показывает, рано или поздно цена у нас к данной отметке придет и это 100%. Учитывая то, что индексы сейчас дорогие и учитывая то, что у нас ожидает публикация нонфармов, плюс если будут какие-то моменты или резкие высказывания в отношении договоренности между Китаем и США, то есть если все-таки будут не согласованы определенные моменты, это в моменте может оказать мощное давление абсолютно на все американские фондовые индексы. Поэтому я держу руку на пульсе, что говорится, и настроен продавать. Конечно, если у нас будет преобладать оптимизм и данные по нонфармам окажутся лучше ожиданий, то есть рабочих мест прибавится больше, чем ожидают эксперты, мы можем преодолеть локальные уровни, по крайней мере по Мюрея. И, соответственно, если в рынок будет влита ликвидность, уровни у нас перерисуются на более широкие горизонты, и тогда у нас будут определенные цели, и тогда уже можно будет задуматься о покупках. Ну, а пока о них говорить рано, есть смысл рассматривать накопление топлива для того, чтобы работать в сторону вниз. Как минимум, если у нас цена по S&P 500 пройдет сверху вниз и закроется хотя бы тремя или пятью свечами под уровнем хайд, то есть ниже отметки 2850, тогда у нас целесообразно открывать продажи или же выставить отложенный ордер и таким образом фиксировать профит в районе 2812. По фьючерсу на индекс Dow Jones у нас 4-часовой таймфрейм. Здесь мы анализируем данный инструмент с точки зрения отработки уровней объема. Есть у нас и такой тип уровней. Ну, что ж, данный тип уровней следует применять для того, чтобы понимать потенциал хода или запас хода по инструменту. Так как у нас более высоких уровней на сегодняшний момент нет, то есть у нас максимальные уровни, которые были, это 25970 и еще там у нас один уровень, который сформирован фьючерсным контрактом в сентябрьском 2018 году. И таким образом у нас пока цели непонятны по Dow Jones, по фьючерсу на индекс Dow Jones, но если будут преобладать продажи и цена у нас сможет укрепиться как минимум двумя свечами свечами на 4-часовом таймфрейме ниже отметки 25970. Опять-таки рекомендации SL со стопом хая, который у нас образуется, будет он выше или ниже, то есть вот на данной отметке. И таким образом потенциал движения вниз у нас будет в районе 25320. Пока об этом говорить рано, опять-таки обращаю внимание, акцентирую внимание на том, что индексы находятся довольно высоко и покупать, для того чтобы покупать, нужны были веские причины и аргументы, то есть состояние экономики США как минимум. Одного лишь желания советника Трампа о том, чтобы Федрезерв понизил ставку и не до конца еще понятные переговоры между Китаем и США вроде бы как договорились, но пока никакой конкретики. Поэтому это не те факторы и события, которые могли бы способствовать агрессивным или уверенным покупкам. Поэтому, по крайней мере, на начало торговой недели все складывается именно таким образом, что индексы в большей мере все-таки способны формировать коррекционную волну, нежели продолжать движение в направлении восходящего тренда в том числе. Конечно, если данные окажутся лучше ожидания, тем более в пятницу, тогда здесь нет никаких сомнений, будем работать в сторону покупок. Так, по нефти у нас по нефти. Винувшую пятницу были опубликованы очередные данные от компании Baker Huggies и количество нефтяных буровых в США сократилось до 11-месячного минимума. За неделю до 29 марта мы видим, что сократились и буровые установки, и газовые в том числе, и общее количество установок также. Так, 30-минутный таймфрейм, американская нефть, CL. Довольно хорошая картина сейчас образовалась у нас в районе high 60 долларов и 94 цента за баррель. У нас образовался HFT объем с точки зрения торговли по HFT объемам. Так, здесь проанализируем 740 контрактов, правда есть разброс, BID 8% и ASK 92%. Здесь присутствовал в данной сделке не только Market Maker, но и присутствовали другие участники, в том числе еще какой-то из трейдеров. Но, тем не менее, в данном контексте есть смысл открывать позицию на продажу после того, как у нас цена закрепится основой своей свечи ниже отметки 60 долларов и 60 центов за баррель. То есть, sell stop 60.60, можно даже 60.55, чтобы уже наверняка, тем более, если вы торгуете в MT4, у вас необходимо еще учитывать спред. После того, как у нас свеча своей основой закроется ниже отметки 60 долларов 55 центов за баррель, тогда уже по максимуму, который у нас образуется, возможно, он будет или выше, или на данной отметке 60.90 или 60.95, то есть по максимуму свечи, который у нас есть, плюс спред. И тогда работаем на продажу и take profit у нас в районе отметки 59.40. Вот такая рекомендация по нефти. Несмотря на то, что данные по Baker Huggies будут способствовать и дальнейшему укреплению по нефти в том числе, однако, если учесть HFT-объемы, которые у нас образовались и на прошлой неделе, то я считаю, что данный объем куплен у мейкеров, пусть он и не слишком большой. Большое здесь 726 контрактов, 367, 516, 740. Частично данный объем и данные позиции мейкерам были выгружены в рынок в том числе, но некоторая часть еще осталась. Таким образом, есть смысл работать в сторону продаж с целевой отметкой 59.40. Золото. Золото на 30-минутном таймфрейме нет сейчас никаких в моменте сигналов. Были у нас объемы ранее. Объемы здесь у нас не настолько интересны с точки зрения открытия даже внутридневных позиций, либо на покупку, либо на продажу. Сейчас в моменте золото недорогое, недешевое. Покупки целесообразны в районе 1281 доллар за тройскую унцию, ну а продажа в районе 1312. Вот есть такой диапазон, если внутри дня. Если говорить о золоте на 4-часовом таймфрейме с прицелом на всю неделю, конечно, здесь многое будет зависеть от данных по нонфармам, нонфармам и тем решениям, которые будут между Китаем и США. А вдруг в среду объявят о том, что договорились и подписали соглашение, всеобщий оптимизм, почему бы и нет. Ну а пока о таком оптимизме говорить рано. Уровни у нас несколько сузились, перерисовали с учетом того, что у нас прошли продажи и определенная ликвидность вышла, по крайней мере, из фьючерса на золото. И сейчас в моменте мы находимся между отметкой чуть выше среднего и чуть ниже, чем дорого. Ну, в принципе, также какие-либо рекомендации, конечно, отсутствуют. Покупки, агрессивные покупки будут уже целесообразны аж в районе 1250, если цена у нас туда опустится. Ну а если движение у нас остановится в районе 1281, то тогда более целесообразно все-таки работать по внутридневным целям на 30-минутном таймфрейме. Так, если анализировать золото с точки зрения уровня и объема в том числе, у нас поддержка в моменте в районе 1290-1291 доллара за тройскую унцию и затем уже 1278. Ну, цели у нас обозначены, пока какие-либо рекомендации отсутствуют. С точки зрения отработки и скользящей, и средней, и уровней в том числе, ну, сейчас абсолютно какие-либо рекомендации по золоту отсутствуют. Нам либо необходимо опуститься как минимум в район 1278 и затем уже присмотреться к каким-либо покупкам, либо движения в район 1303 или 1314 и там уже смотреть определенную свечную конфигурацию, которая, ну, сможет способствовать открытию сделки, ну, может служить подтверждающим каким-то сигналом. Единая европейская валюта, если я не ошибаюсь. Да, в четверг у нас 4 апреля состоится публикация протокола заседания Европейского Центробанка по монетарной политике. Я не думаю, что там о чем-то особым нам расскажут, но тем не менее, в моменте может быть повышенная волатильность и это также следует учесть в своей тактике торговли. На 30 минутном, на часовом, прошу прощения, таймфрейме, ну, какие-либо рекомендации у нас отсутствуют. Был у нас здесь HFT-объем, который особо не отработался, ввиду того, что также из евро вышла значительная часть денег, мы видим, здесь есть продажи, и уровни у нас сузились довольно резко, что не дает возможности работать сейчас, в буквальном моменте внутри дня. С учетом того, что все-таки 30-минутный таймфрейм и размах у нас тут буквально 30 пунктов, если 4 знака после запятой, поэтому оставляем внутридневные цели без внимания и рекомендации внутри дня на 30-минутном таймфрейме. Если мы перейдем на 4-часовой таймфрейм, здесь у нас картина следующая. Что ж, евро находится между уровнями. В моменте мы закрыли геп, но и о покупках, и о продажах говорить сейчас абсолютно рано. Либо дождаться движения вот сюда, и здесь работать либо на отскок, либо ложный пробой и обратное движение вниз, либо все-таки необходимо нам движение вниз в район 1.12.55, для того, чтобы здесь накопилось топливо, либо с откатом вверх, либо с пробоем и дальнейшим снижением вниз. Пока в моменте что-либо по евро сказать сложно. Инструмент находится между уровнями, поэтому не будем особо зацикливать на нем внимание. По британскому фунту. Очередная попытка Терезы Мэй с очередным голосованием, уже четвертый раз, если я не ошибаюсь, все-таки принять кое-какое решение о том, чтобы согласовать моменты по выходу из ЕС. Знаем, что на выходных Тереза Мэй провела определенные переговоры, и сегодня в 22.00 показательное голосование парламента Великобритании по Brexit в очередной раз. Но к чему это приведет на сегодняшний день, конечно, здесь прогнозировать довольно сложно. Фунт в моменте находится, мы анализируем на часовом таймфрейме, находится очень близко в районе отметки наименьших опционных выплат, поэтому здесь какие-либо рекомендации, конечно, отсутствуют, ну и тем более непонятная перспектива по поводу Brexit также дает нам основание оставаться в стороне по данному инструменту. Следует лишь отметить, что при движении цены в район 1.2940, здесь целесообразно рассматривать покупки и продажи в районе 1.3430, ну диапазон, который выделен соответствующим цветом, здесь у нас цвет зеленый, здесь следует рассматривать покупки, здесь продажи более, ничего интересного здесь придумать нельзя. Японская иена у нас также несколько корректировалась на прошлой неделе, но до уровня low мы еще не дошли. У нас чуть выше находится уровень наименьших опционных выплат, от которого цена у нас оттолкнулась вверх и достигла отметки main 0.9063, либо снижение в район 0.9030, там будем рассматривать покупки, либо продажи в районе отметки 0.9095. Nikkei в моменте у нас, уровни у нас перерисовались, находится между отметками low и main, также покупки будут целесообразны в данном диапазоне и продажи есть смысл рассматривать при достижении значения 22500 плюс-минус 150 пунктов. Более никаких рекомендаций на текущий момент также нет. Bitcoin на часовом таймфрейме, уже мы пришли на часовой таймфрейм, потому как на 30 минут нам дать рекомендации на текущую всю неделю не всегда получается, с точки зрения того, что уровни или цели могут быстро отработаться, даже на протяжении первого или второго торгового дня, и соответственно, чтобы определить цели на всю текущую неделю, анализируем все-таки 4-часовой таймфрейм, но а с 30 минут мы перешли на часовой. Что ж, в моменте у нас цена чуть выше среднего, и какие-либо рекомендации также сейчас отсутствуют. Если на 4-часовом таймфрейме мы находимся довольно низко, с учетом того, что уровни у нас несколько перерисовались, и при снижении цены в данный диапазон я рекомендую все-таки открывать лонги. Есть у нас здесь и недельная поддержка, от которой цена сейчас в моменте отталкивается, но скользящая у нас направлена вниз, что, вероятно, всего будет оказывать давление на биткоин, или же можно сказать, что в моменте сейчас преобладают продавцы. Это видно у нас и по кумулятивной дельте в том числе. Поэтому, если у нас цена все-таки сходит в район 3750, плюс-минус 80 долларов, чуть выше, чуть ниже, при соответствующей свечной конфигурации, тогда есть рекомендация открывать лонги с ближайшей целью в районе 4065, ну и довольно оптимистичной целью в районе 4375. Что ж, по основным инструментам у меня практически все. Ну и на десерт я решил взять RTS и попробовать проанализировать динамику по данному индексу, по данному инструменту. И анализ, в принципе, хотелось бы провести не с точки зрения, допустим, тех же HFT объемов, да, или там открытого интереса, или кумулятивной дельте. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что довольно ярко отрабатывает себя уровни Мюрея по данному инструменту на 4-часовом таймфрейме с медленным типом. Есть два типа, медленный и быстрый. Быстрый предназначен для валютных пар, ну а медленный для индексов и для активов сектора Commodities. Что мы имеем по RTS на текущий момент? Здесь все очень просто. Мы продаем в районе high, конечно, при соответствующих свечных конфигурациях, будь то поглощение или там же Doge, да, есть определенные свечные конфигурации, и покупаем в районе low. То есть вот цели у нас на продажу и цели у нас на покупку в течение текущей недели. Ну что ж, посмотрим. Это самые простые уровни, которые существуют в нашей аналитической платформе, однако они в моменте отвечают на вопрос дорогой актив, дешевый или в принципе цена на него средняя. Сейчас в моменте RTS у нас как раз находится в районе main, то есть недорого, недешево, и какие-либо рекомендации у нас отсутствуют. Однако при достижении целей 121 880, есть смысл задуматься о продажах и соответственно о покупках, если у нас индекс снизится в районе отметки 115 630. Если у вас остались отдельные вопросы или есть желание проанализировать другой ряд инструментов, регистрируйтесь по ссылке, которую вы видите под видео, регистрируйте личный кабинет. Я обязательно с вами свяжусь, у вас будет возможность использовать 7 дней бесплатно нашу аналитическую платформу и соответственно мы сможем подобрать для вас те или иные интересные настройки для того, чтобы сделать вашу торговлю более качественной. Ну а у меня на этом все. Всем успешной и удачной торговой недели и до встречи в пятницу. Всем пока!